всем 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 привет мои дорогие друзья я вас сегодня встречаю видите у какого красивого дома уже наверное догадались почему да да будет очередной обзор дома на продажу на этот раз очень красивый хороший дом все как вы любите а то все время мне пишут что я какие-то развалины вам показываю в этот раз будут не развалины поэтому садитесь поудобнее наливайте чайку печенку и любуйтесь дома это находится в поселке первомайский совсем рядом с городом лида напишу сколько километров до города лида вот такая вот улица в этом поселке сам поселок я вам покажу чуть позже но это как вы уже знаете моя машина вот такие соседи здесь живут ну и собственно сам дом на продажу давайте зайдем посмотрим что у нас внутри участок ну все как обычно и так я зашла вот в калитку не смогла закрыть замок но ничего вроде она не открывается значит участок смотрите вот по эти цветущие деревья это уже соседи то есть забор сетка рабица здесь вот такой небольшой заборчик тут получается как бы полисадник у нас двор здесь есть ворота для заезда машин впереди гараж где стоит сейчас машина хозяйки сначала я вам покажу тогда участок нас прошел только что дождик еще чуть-чуть капает пришлось вот ждать чтобы дождь прошел немного пасмурно но я думаю что вы все будете видеть хорошо и так здесь у нас колодец получается до достаточно хорошем состоянии и ухты вода достаточно далеко ребята колодцы насоса есть но водопровод в доме сразу скажу пока не забыла водопровод центральный насос может быть на полив или на что не знаю пока еще не спрашивала подсобное помещение вот так выглядит с гаражом пока все закрыто сейчас может быть будем открывать смотреть это чисто такой первый обход смородина вот уже у нас тут вовсю цветет здесь от посадок никаких нет потому что хозяйка сама живет в минске и уже скажем так почти на возрасте и поэтому ей тяжеловато сюда ездить это дома и родителей вот она его продает вот такие сараи здесь подсобное помещение так дом выглядит с обратной стороны есть небольшая пристройка но сейчас вы все внутри увидеть и покажу вот канализация и покажу еще с этой стороны вот так а к дому подведен газ опад перекупанной грядки все-таки были были раньше посадки сейчас пройдусь здесь вот чтобы совсем не проваливаться в землю к дому подведен газ друзья и в принципе реальному покупателю будет небольшая скидочка на завод газов дом вот так мы все обошли вокруг окна все пластиковые почти все открываются там по моему одно или два окна не открываются тройные стеклопакеты друзья тройные стеклопакеты не двойные как почти что всех а здесь я и не пройду придется снова возвращаться есть два входа это такая парадная дверь центральная и небольшая дверь в которую можно войти сразу там такой небольшая прихожая ванная туалет давайте мы с вами зайдем с центрального входа лестница спорная но она есть мне кажется чуть-чуть ее только наделать так вот мы заходим звонил байпер я подумала что это у меня а это у хозяйки и так вот такая у нас здесь веранда дверь входная достаточно мощно и хорошая все закрывается на несколько замков в дом тоже стоит такая дверь и так как видите веранда здесь тоже есть пластиковые остекление окна открываются вот так отодвигаются обои утепленный потолок здесь здесь тоже потому как лей на боями а в доме натяжные потолки вот такая веранда здесь у нас погреб который под всей кухней вот там вся это помещение так заходим на кухню дом продается со всей мебелью вся обстановка здесь остается кому она нужна конечно если кому-то не нужна то тогда по договоренности с хозяйкой уже смотрите кто ее будет вывозить и так в данный момент дом отапливается печи ну как я уже сказала до газ подведем к дому и можно сделать газовое отопление печь рабочая сейчас она у нас натоплено потому что хозяйка нас дала уже натопила печь здесь достаточно тепло такая кухонная зона холодильник здесь уже у нас нет здесь тоже оклеенный потолок не натяжной я подумала что во всей во всем доме нет на кухне оклеенный вода заведена с центрального водопровода как я сказала и стоит вот такой водонагреватель чтобы текла теплая вода канализацию но вы видели все куда уходит с кухни идет две комнаты у нас вот один вход получается и вот второй вход здесь небольшая комната вот так она выглядит здесь тоже потолок вот пластиковые панели я вижу да значит первоначальные почему-то мне показалось что натяжные потолки видимо только в зале натяжной потолок здесь пластиковые панели печь одной стеной уходит сюда то здесь тоже комната отапливается тоже пластиковое окно все нормально открывающиеся все здесь хорошо никакой плесень и ничего не видно друзья так двери все сделано и в зал тоже зайдем в зал большая комната в каких местности как это называется везде по-разному гостиная кому как нравится здесь тоже часть вот стена это печь получается чтобы здесь тоже отапливалась и вот такая у нас гостиная большая достаточно большая друзья вот здесь натяжной потолок люстра сейчас попробую включить свет хозяйка вышла сказала я сниматься не буду вот включили свет чтобы вам было получше все видно здесь даже две люстры одна небольшая такая вот и вот такая стенка я вышла сейчас на середину комнаты тут вот фото будет такие красивые ну вот как то так друзья пол деревянный но тоже не шатается нормально конечно можно его покрасить и вот такая краска уже не сильно новая но он крепкий и как вы знаете сейчас деревянные полы достаточно дорого ценится здесь вот эти два окна вот этот и вот это окно открываться вот это окно не открывается везде тройное стеклопакет еще раз вам говорю так ну и с этим наверное все понятно будем теперь смотреть санузел заходим уже в следующее помещение это мы зашли друзья с кухни вот печь вот эта комната и здесь небольшое такое помещение с газовой плитой ну тоже типа небольшой кухоньки получается так что и даже не знаю как вам назвать стены выложены плиточкой на потолке тоже пластиковые панели ну вот это вот стена немного нуждается в ремонте чуть-чуть тут под штукатурить подмазать нужно это вот вторая дверь на улицу то что я вам показывала не парадная скажем так это вентиляция погреба ну и вот здесь санузел двери в него тоже нет но есть небольшая занавеска вот такой вот санузел ванная стены моющиеся обои потолок тоже оклеен обоями лампочка пока тут такая вот лампочка лича на полу и нолю тумбочка унитаз все работает мы уже воспользовались такое окошечко небольшое здесь есть еще тоже так вот тоже открывается тоже смотрите никакой плесени ничего нет все хорошо со всех сторон все прекрасно и вот такая ванна вода тоже идет через водонагреватель то есть вот так нас холодная и вот так горячая красиво светится огонечек можно принимать ванну ну здесь только вот дверь нужно поставить все остальное сделано не сняла вам еще крышу опять разошелся дождь крыша шифер как видите но ничего не течет все нормально ну сами видите в доме все хорошо хозяйка сказала что гараж не закрыт можно показать гараж только машину там не показывать особо попробуем зайти ну вот открылый в борота вот такой вот гараж на машину конечно сюда заходит прям с таким трудом трудом но с той стороны много места я уже эти ворота не стала открывать закрыта вот видите тоже потолок тут вот подшит но в принципе друзья очень даже ничего все каменное стеллажи какой-то старая . все нормально сарай тоже все хорошо там просто лежат старые окна старые материалы и ну хозяйка постеснялась это все открывать но там тоже сухо кирпичные стены все хорошо как на сказал ну что же будем верить ей на слово ехали буквально на соседнюю улицу друзья показать вам инфраструктуру немного то есть больница вот эта больница с поликлиникой строится вот такая новая красивая школа старая пока я не знаю где возможно мы ее увидим но вот новая вот такая замечательная поликлинику покажу с этой стороны себя европ давайте сейчас подъедем туда сейчас я закреплю телефон и подъедем посмотрим небольшая тут площадка евро опт рядом родный куд да это садик ну и вот такие вот дома что ж еще сказать как видите небольшой поселок такой вот мини городского типа ну и теперь самое главное всех интересующийся вопрос это стоимость такого дома заявленная стоимость 35 тысяч долларов как всегда все валюты будут написаны внизу торг реальному покупателю у калитки как говорится торгуйтесь аргументируйте свою цену но торг будет небольшой говорю сразу потому что как видите дом в очень хорошем состоянии плюс это поселок это очень близко городу лида но до грудно здесь 100 километров чуть больше 120 наверное но зато до минска 130 в общем посередине между грудно и минском ссылка на объявление о продаже этого дома я прикреплю внизу а также в первом комментарии поэтому если кого-то это дом заинтересовал пишите звоните торгуйтесь покупайте и живите счастливо в этом доме на этом всем пока всем до новых встреч всех люблю целую как всегда